вот кстати в первой серии говорил про насос для подкачки пневмоамортизаторов вот так он выглядит так работает значит вот эти два колесика большое привинчивает здесь резьба большим привинчивает шланг на ниппель а красненькая перед привинчиванием отпускаем так а после привинчивания закручиваем и нажимаем на иголку у нас показывает давление в амортизаторе снимать соответственно в обратном порядке сначала красненькая откручиваем иголка закрывается потом снимаем ниппель вот такой насос то есть вот здесь обязательно должно быть два колесика иначе такие амортизаторы нормально не накачать велосипедном магазине почти в любом должен быть в продаже обороты холостого хода обычно 2000 у всех потому что во первых чтоб наверняка мотор не заглох при каких-то кратковременных сбоях вода допустим там в карбюраторе чем капелька прыгнет мотор чекнется вон не заглох обороты были этого первого а во вторых 2000 потому что винт винт пропеллер имеет довольно большое сопротивление вращению и если обороты будут 1000 там или 800 900 оборотов начнутся лишние удары по редуктору мотор все-таки толкает неравномерно маховика на авиационном двигателе как такового нет большого веса запасать энергию некому поэтому мотор неравномерно так толкает редуктор редуктор винт неравномерно на маленьких оборотах и начнется колбасня редуктора туда-сюда при каждом обороте вот чтобы этого не было полостые вот нога убрана с педали газа полостые 2000 до прогрева двигателя больше 3000 не даем прогреваем две две с половиной не превышает 3000 пока мотор не прогреется значит вот про насосы рассказывал в первой серии выключаем электрический насос сейчас работает только штатный насос вот он выдает 0,15 килограмм а с электрическим 0,4 это они вдвоем выдает 0,4 так про обороты вот педаль газа отпущена смотрим внимательно две две сто пятьдесят примерно обороты выключаем один контур зажигания 1900 1880 вот так примерно включаем второй контур две сто две сто ну две сто тридцать две сто пятьдесят вот такое влияние то же самое другой выключаем обороты падают включаем обороты растут то есть разница где-то 200 оборотов два контура две искры в каждый цилиндр дается смесь сгорает лучше на 200 оборотов больше на тоже самой смеси почему на автомобилях мотоциклах так не делают не знаю две искры в один цилиндр и надежнее и экономичнее и мощность больше сплошные плюсы вот такой нюанс выключаем выключаем